Всем привет! Я обожаю ежедневники и все, что связано с записыванием, дел, планированием, учетом времени, режимом и всем таким прочим. И сейчас я бы хотела поговорить именно о режимах, режимах дня, списках задач на день, на неделю, на месяц, годовых планах и так далее. Составлять режимы и распорядки дня я любила еще в детстве. И у меня было немеряное количество. Каждый раз, когда что-то шло не так, и нужно было исправить оценки, научить какой-то огромный материал, и вообще я чувствовала внутренний дискомфорт, я садилась, брала цветные фломастеры и начинала писать о том, что подъем в 7 утра, в 7.50 выход из дорог в школу, в час 30 возвращение домой, мультики там 20 минут, уроки 2 часа и вот это вот все. Конечно, почему этих распорядков было много? Потому что я следовала им не всегда, и у меня не было такого, что один раз и на всю жизнь, конечно нет. Но это помогало исправить ситуацию и почувствовать удовлетворение и внутренний комфорт хотя бы на какой-то период времени. Соответственно, если бы я не составляла себе даже вот такие планы в детстве, у меня бы просто не получалось в нужное время что-то сдать, что-то исправить. И не было бы, пускай минимальных, но изменений в лучшую сторону в жизни. Я говорю не к тому, что так должно было быть у всех или должно быть у всех, а к тому, что у меня было так, и это послужило основой для того, чтобы сейчас уже во взрослом сознательном возрасте продолжать это все вести. Но, конечно, уже не так, как раньше, без цветных фломастеров и бесконечного повторения одного и того же попытка что-то исправить. Сейчас из-за того, что уже есть мозги, если что-то планирую сделать, то, конечно, выполняю. Если планирую избавиться от вредной привычки или внести новую хорошую, то тоже с этим справляюсь. Все зависит еще от ситуации, от возможных изменений, чего-то спонтанного и случайного. Но, в основном, у этого нет никаких негативных сторон или минусов. Все эти режимы, все эти списки задач, это прекрасно. Прекрасно. И это ни капли вас не грузит, это не заставляет вас быть обязанным кому-то. Кому, кроме себя. А это, пожалуйста, вот вам совершенствование. Вы запланировали, вы сделали, отметили галочку, удавили. Или вы решили действительно вставать в 8.30, хотя на работу, допустим, к 11.00 или в университет к 11.00, к 12.00 и заниматься йогой. И вот, пожалуйста, вы это просто выполняете. А если нет, значит, не так сильно и хотите заниматься. Это тоже легко и это показатель того, чего мы по-настоящему хотим. Любая неудовлетворенность или разочарование в самом себе решается вот таким простым логичным способом. Хочешь ты похудеть, составь себе новый режим питания, который будет соответствовать новому режиму дня. Придерживаясь его, добьешься результатов. Хочешь что-то исправить в институте или школе, пожалуйста, напиши, сколько часов ты будешь каждый день уделять этому предмету, занятию, неважно, чему угодно, упражнению. И все, и результат будет вот такими маленькими шажками. Я знаю, что это элементарные вещи, но часто сталкиваюсь с тем, что люди это не используют, потому что им лень просто даже сесть и написать это, запланировать что-то на бумаге. А как вы тогда собираетесь проблемы решать, если вы не можете даже сесть и сформулировать их? Все это снова упирается в то, что нужно прислушиваться к себе, узнавать себя, понимать себя и выявлять свои сильные и слабые стороны саморазвития. Всем пока! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова